Я, как и абсолютное большинство нормальных людей, люблю поесть. А поесть вкусно – это вообще счастье. Моя сегодняшняя героиня Наталья умудрилась сделать вкусную еду еще и полезной и при этом доставлять ее по Минску и Минской области. Доброе утро! Наталья Чивко. Сегодня у нее свой собственный ресторан доставки правильного питания. Штат сотрудников и постоянные клиенты. Команда поваров и диетологов помогает людям очистить организм от накопившихся майонезных и тому подобных шлаков. Успех есть. Хотя несколько лет назад знакомые, друзья и даже акулы бизнеса забраковали идею. Наталью назвали чуть ли не сумасшедшей, а план по открытию подобного дела в Беларуси полным провалом. Три года назад. Как вам пришла в голову идея и откуда она родилась? Ну, недаром говорят, что самые успешные бизнесы рождаются, когда у основателей есть потребность, которую они удовлетворяют. А в Беларуси у меня были вопросы с моими пищевыми привычками, с моим весом, но здесь ничего подобного не было. Насколько серьезно стояла у беларусов проблема лишнего веса и вообще здорового питания, что вы решили, что этот бизнес будет успешным? У нас, знаете, в чем проблема? Самое главное, что мы почему-то свое состояние, свою хроническую усталость, свой хронический стресс, какие-то болячки, которые после 35 начинают не то что звоночком звенеть, а колоколом по нам бить, мы не связываем со своими пищевыми привычками. Соль, сахар, химические пищевые добавки. Когда вы три года назад открывали свой бизнес и в первую очередь делали бизнес-план, вы закладывали какую окупаемость? Первая наша ступень – это была точка безубыточности, которую мы достигли где-то через полтора года. И только сейчас мы выходим на объемы, которые позволяют говорить о том, что мы расширяемся. То есть на сегодняшний момент фирма в процессе расширения. Когда вы только открывали бизнес, вы сталкивались с какими-нибудь проблемами? Наверное, мы были просто к этому готовы. Мы ездили в Россию, мы ездили на Украину в такие же компании, да, мы смотрели. Я вам честно скажу, я стала патриотом своей страны после этого. Я могу сказать, что наши потребители защищены с точки зрения законодательной. Ну и последнее, куда смотрите, о чем мечтаете, самые ближайшие планы? Нашему организму нужно работать, сердцу нужно работать, почкам нужно работать, печени нужно работать. Мы, к сожалению, кормим свое эго, да, свои вкусы, но не кормим наши органы. Если ты сегодня хочешь получить активное долголетие, наслаждаться этой жизнью, вот прежде чем положить что-то в рот, думайте. За пять лет развить культуру питания на просторах СНГ. Такую глобальную и амбициозную задачу поставила Наталья перед собой и своей командой. Героиня уверена, нет ничего невозможного, если следовать за своей мечтой и не останавливаться на половине пути. Вы знаете, в бизнесе самое главное – вера в себя. В любом случае все окружающие будут говорить, что вы сумасшедшие. Редактор субтитров А.Семкин